Давно-давно надо запретить. Меджлис – это группировка экстремистская, которая никогда не хотела регистрироваться ни по каким законам. Даже по украинским законам она не была зарегистрирована. Почему, казалось бы? Да потому что Меджлис даже украинское государство представляло временным. И на самом деле, что Меджлис – это и есть правительство Крыма и парламент Крыма одновременно. И вот они должны управлять там как государство. А украинские временно всем этим владеют. То же самое и Россию они представляют как временную. А в будущем все это будет независимый отравский Крым. Таким образом, это незарегистрированная организация. Ее по этой причине можно, так сказать, запретить. Во-вторых, это, ну без сомнения, сейчас террористическая организация. Именно боевики Меджлиса, они, так сказать, устраивали вот эти теракты в Крыму. Там взрывали инфраструктуру, источили многие районы Крыма. Поэтому, конечно, им давно пора запретить. Нечего мямлить вообще. Террористы, которые, без сомнения, являются руководством и ключевые боевики Меджлиса, должны быть строго наказываться по закону. Крымский татарский народ надо освободить от диктатуры Меджлиса, которые он навязывал крымско-татарскому народу на протяжении последней четверти века. Крымские татары, большей частью нормальные, трудящиеся люди. Но всегда кто-то есть, так сказать, начальник. И вот в условиях такой вот безалаберности отношений Киева, России, Крымко-татарский Меджлис захватил власть и установил свою диктатуру над крымско-татарским народом. Крымские татары должны быть освобождены от Меджлиса. Продолжение следует...